Напишем пончик детской акварелью. Простым карандашом наметьте почти ровный круг с откусом. И в серединке тоже маленький круг. Нарисуйте посыпку разной формы, разных размеров и на разных расстояниях. Сильно не давите на карандаш, чтобы он не был потом виден сквозь слои акварели. Обязательно покажите живой линией толщину укуса. А, кстати, посыпка в форме маленьких прямоугольничков и квадратиков. Теперь можно приступить к самой живописи. Возьмите среднюю кисточку пони или белку. Смешайте черный с синим и начинайте прозрачно заливать падающую тень. У основания пончика она будет темнее. Затем высветляйте краску, а по краям совсем ее вытирайте влажной, почти сухой кисточкой. Падающей тенью спокойно зайдите за края пончика. Потом получится красивый рефлекс. Самое главное, не трите кисточкой на одном месте, чтобы не получились разводы и грязь. Края тени размывайте обязательно чистой кистью. Излишки краски и воды обязательно убирайте. Затем смешайте коричневый с красноватым и начинайте покрывать весь пончик. Только очень прозрачно. Заливать краску начинайте сверху и смотрите, чтобы слой не успевал высыхать. Вы как бы краске подсказываете, куда ей дальше идти и подхватывайте ее кисточкой. Не останавливайтесь долго на одном месте. Делайте все за один мазок. Теперь к коричневому добавьте черного и начинайте покрывать теневые части пончика. Также можно отжать чистую влажную кисточку и начать вытирать блики. Каждый раз смывая кисточку. Повторите это несколько раз, приближаясь к середине блика. Должно получиться некое сияние. Ну и конечно же также вытрите крупинки посыпки. Потихоньку уже должен проявляться объем пончика и сама посыпка. И снова возьмите колер черного и коричневого и продолжайте покрывать собственную тень пончика. Одновременно намечая падающие тени от крупинок посыпки. Ну и конечно же краской не заходите на световую часть крупинок. Сейчас уже будьте очень внимательны. Ближе к свету пончика краска должна быть светлее. Ближе к тени темнее. Варьируйте оттенки. Где-то больше черного, где-то больше коричневого. Где-то капелька красного. Ну и также во втором слое краска должна быть прозрачной. И не останавливайтесь на одном месте, чтобы не стереть предыдущий. Акварель по своей природе прозрачная. И попытайтесь сохранить эту прозрачность. Чем меньше слоев вы сделаете в акварели, тем она будет свежее и приятнее для глаз. Ну и также следите, чтобы ваша живопись была разнообразной. Разная форма, разные оттенки, разные размеры мазков. Также можно втирать краску. Возьмите синий цвет и положите по краям пончика рефлексы. Рефлексы это отражение от окружающей среды. Например от плоскости, от соседних предметов или от неба. Ну и наконец сейчас вы можете приступить к деталям. Например мелкими мазками написать фактуру откуса. Кое-где сделать посветлее рефлекс. Но и для полноты композиции наметить крошку, которая лежит рядом с пончиком. Также мелкими мазками, но прозрачно наметьте падающие тени от крошки. Можно усилить падающую тень от пончика, сделав третий слой. Тем самым вы усилите объем пончика и изображение будет более реалистичным. Более темным цветом, черный с коричневым, положите падающие тени от крупинок. Тем самым создавая ощущение обводки. Но обязательно кладите линии со стороны тени. Вначале мы покрывали большие плоскости. Теперь уже дошли до маленьких мазочков. Запомните основной закон живописи. От общего к частному. Великий педагог Павел Чистяков неустанно повторял это своим ученикам и студентам. Также он говорил, найдите в простом красоту. Дорогие друзья, работая над деталями, вовремя останавливайтесь, чтобы не сделать ее сухой и забитой. Акварель не терпит переизбытка краски. Намечая крошки от пончика, сделайте их тоже разнообразными. Разного размера и разной формы. Но и самые последние слои делайте очень прозрачными. Чтобы блики были ярче, можно прибегнуть к белилам. Белилы используйте только для бликов. От этого ваша работа станет только лучше. Великий художник Валентин Серов использовал часто в акварели белила. В художественных школах запрещают детям использовать белила, так как они ими перебарщивают. Все нужно в меру. Ведь художник это как повар. Он должен не пересолить свое блюдо. Также для правильного восприятия работы часто прищуривайте глаза. Друзья, я желаю вам творческих успехов. Пишите дома в любое время.